Друзья, всем привет! Сегодня в новостях. Объявляя санкции и уходя из России, западные нефтегазовые компании даже не могли предположить, каких огромных перспектив они себя лишают. Российские специалисты получили из нефти несколько цент нерафлития, столь необходимого зеленой энергетики. Европейцам впору кусать локти, ведь российскую нефтяную отрасль они обложили санкциями. Мало этого, все европейские компании, имевшие лицензии на добычу нефти в России, ушли во своя сеть. И вот теперь выясняется, что российская нефть – это не только сырье для получения автомобильного топлива, но еще и источник гидрокарбоната лития. Короткое информационное сообщение гласит, специалисты научных институтов Роснефти в Санкт-Петербурге и Красноярске провели успешные опытно-промышленные испытания технологий получения карбоната лития из гидроминерального сырья, добываемого на Юрубчино-Тахомском и Куюмбинском месторождениях. Нефтяные месторождения находятся в Красноярском крае и по предварительным оценкам запасы лития оцениваются в 3-5 миллионов тонн, а нефти в 300 миллионов тонн. Такая вот арифметика. Кроме этих месторождений, большие перспективы в плане получения лития имеют еще несколько месторождений в Томской и Иркутской областях. Пока литий получали на экспериментальных установках, но все прошло успешно, гидрокарбонат лития получен и теперь дело за внедрением методов в производство. Выгоды тут неоспоримы. Дело еще в том, что у России нет больших месторождений лития и поэтому новые открывают огромные перспективы в деле производства литиевых аккумуляторов в сталелитейном производстве фармацевтической отрасли, а также в стекольной и керамической промышленности. Остается добавить, что технологию добычи лития из месторождений нефти и газа развивают сразу три российских компании – Роснефть, Иркутская нефтяная компания и Газпром. Все вместе они смогут полностью обеспечить потребности России в литии. Что касается бывших западных партнеров, то им действительно впору кусать локти. У Европы тоже нет своих месторождений лития и его приходится импортировать из Латинской Америки, что очень дорого. Есть еще один источник лития – Монголия, но и оттуда доставка европейцам будет обходиться в копеечку. Да и Россия с Китаем не дадут так спокойно вывозить литий из этой страны. А вот добыча и получение гидрокарбоната лития на территории России было бы для Европы настоящим спасением. Во-первых, многие европейские компании имели многолетние лицензии на добычу. Во-вторых, инфраструктура, в том числе транспортная, присутствует и по сути ничего нового строить, а следовательно и тратиться не нужно. В-третьих, Россия гораздо ближе, чем Латинская Америка. Но теперь о российском лите остается только мечтать, для европейцев он становится бесконечно далеким и недостижимым. А ведь счастье было так близко, но европейцы своими санкциями поставили крест на многих своих отраслях. Стоит отметить, что это далеко не первый шаг России в рамках рыбной и морепродуктовой темы. Ранее такие ограничения уже водились, и они имели серьезные последствия для добывающих и перерабатывающих отраслей в странных экспортерах. Теперь, с введением новых ограничений, эти страны столкнулись с еще большими трудностями. Конечно, подобные решения вызывают возмущение среди партнеров стран, но Россия явно решила дать предпочтение развитию своей собственной рыбной промышленности и охране своих рыбных ресурсов. Таким образом, запрет на ввоз западной готовой продукции является плохим шагом, направленным на стимулирование отечественной экономики и укрепление независимости от внешних поставщиков продукции. Конечно, это вызывает определенные неудобства для экспортеров, но в краткосрочной перспективе Россия стремится снизить свою зависимость от импорта и обеспечить устойчивое развитие своей отрасли и переработки морепродуктов. В США задергались не на шутку, пошли страшные слухи. Путин якобы подписал указ, в котором продажа Аляски назвала незаконной «чует кошка, чье сало съела». «Мы еще даже ничего не сделали», а Газдеп срочно созвал брифинг. Представитель Госдепартамента заявил, что Россия не получит назад Аляску, проданную США в 19 веке. Вопрос лишь в том, надо ли нам это. Предполагаю, что часть Аляски надо бы вернуть, чтобы никто не мог мешать функционировать нашему северному морскому пути. Это, кстати, будет опасный прецедент для Запада, так и остальные горабленные страны и народы могут потребовать вернуть свое. В результате окажется, что король-то голый, Россия претендует на Аляску, которая была продана Соединенным Штатам в 1867 году и где до сих пор живут тесно связанные с Россией общиной части Центральной и Восточной Европы, Скандинавию, а также крупные части Азии, которые также когда-то были частью империи. А если мы еще вспомним об украденных у нас золотых запасах? Так, глядишь, и украденную у Романовых корону Российской империи Английское королевство будет вынуждено вернуть. «Я думаю, что могу сказать от всех нас в правительстве США, ее не получит», – сказал заместитель пресс-секретаря американского внешнеполитического ведомства. «Ну, насчет получим или не получим, вас мы точно спрашивать не будем, надо будет, вернем, все наше должно вернуться хозяину», – казалось бы, указ как указ. Ничего особенного, а учитывая могущество Запада, как они орут из каждого утюга, шансов на возврат Аляски или Финляндии с Польшей вроде бы нет, но… С чего бы это так сполошились англосаксы, указ Путина вызвал панику Газдепа и всего Запада. Определить предприятие по управлению собственностью за рубежом управления делами президента РФ получателям предоставляемой из федерального бюджета субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением поиска недвижимого имущества Российской Федерации, бывшей Российской империи, бывшего СССР, надлежащим оформлением прав Российской Федерации в отношении имеющегося федерального недвижимого имущества и найденного недвижимого имущества Российской Федерации, бывшей Российской империи, бывшего СССР и юридической защитой этого имущества, говорится в документе. Лавров с трибуны в ООН сделал последнее предупреждения Западу, срок второго ультиматума истекает весной. Россия в очередной раз использовала трибуну ООН для того, чтобы образумить западные страны. Глава МИД РФ Сергей Лавров в конце своего выступления на заседании СПООН в Нью-Йорке высказал последнее предупреждение Западу, время которого уже истекает. Что за пугающие заявления сделал российский министр иностранных дел и почему времени у Запада для выполнения ультиматума осталось немного? Все мы помним, чем закончился ультиматум 2022 года, который под коллективный Запад, как бы так покультурнее выразиться, проигнорировал. Тогда Россия попыталась договориться с Западом о гарантиях нерасширения НАТО и мерах по обеспечению взаимной безопасности. Однако российский мирный жест был отвергнут и начались всем известные события. Это тот самый ультиматум, который, со слов российских официальных лиц, не был ультиматумом, но последствия были весьма хлесткими и сейчас уже никому не смешно. Похоже, что и в этот раз Россия предупреждает, но только уже в последний раз. С трибуны фанмид призвал Запад прислушаться, наконец, к РФ по урегулированию в Восточной Европе, ведь чем раньше там это поймут, тем лучше всем будет. Не случайно было выбрано место для второго ультиматума, возможность открыто обозначить мировому сообществу свою позицию, которая остается неизменной. По словам Сергея Лаврова, лежит полностью на Западе, который, преследуя корыстные интересы, не считается с человеческими. Так, известны факты незаконного владения штатами ценными землями и предприятиями на территории страны в Восточной Европе. На заседании Совбеза ООН Россия попыталась в очередной предупредить Запад и заставить прекратить накачку Восточной Европы. Глава внешнеполитического ведомства страны Сергей Лавров заявил, и чем раньше в Вашингтоне, Лондоне, Париже и Брюсселе это осознают, тем лучше будете. Советую к этому внимательно прислушаться, пока еще есть время, ключевая фраза в выступлении Лаврова, пока еще есть время. Это, очевидно, Совет прислушаться ее требованиям, пока не началось движение по подсохшей весенней земле. Второе предупреждение куда мрачнее для Запада, чем первое, российский политический удав иное никогда не предлагает. Каждые следующие условия заключения мира будут куда хуже предыдущих. Весь Запад зажат со всех сторон за нежные места в такие тиски, что подобное припомнить трудно. Ближний Восток, Латинская Америка, Азия, Восточная Европа, Африка все это звенья одной цепи. Вероятно, что-то после выборов намечается, и это что-то будет иметь очень неприятные последствия для Старого Света. Как там Макрон говорил, мы верим в эту Европу, которая идет от Лиссабона до Владивостока, вот черт его за ногу дернул тогда. Но, как говорится, бойтесь своих желаний, ведь они имеют свойство сбываться.